акустика теперь про нее пару слов скажу здесь перед вами в принципе все основные серии представлены в верхней части те серии которые скажем так шире всего представлены на рынке на данный момент самая бюджетная серия серия g самая продаваемая 60 процентов продаж всех пионеров за серии g как раз ну надо сказать что играет она принципе за свои деньги хорошо да и любой стиль музыки играет одинаково ну хорошо за свои деньги то есть нет такого что там не знаю рок-н-ролла вообще не играет адап степ она прям рвет то есть все очень сбалансирован звук очень сбалансирован 39 серия русская серия хорошо знакома как раз вот 1339 отсюда r-серия мощнее яркий дизайн то есть больше для молодежи и у 6 на 9 в акустике там полностью закрыты металлический гриль что конечно же является плюс а серия значит такой скажем так хай-фай тиры хай-энд за доступные деньги больше баса шире частотный диапазон воспроизводимых частот и вот одна из новинок этого года точнее шестнадцатого года конца это появление на рынке двух моделей серии чемпион так называем если помните у нас есть сабвуфера серии чемпион там прям написано сверху чемпион хири с красными буквами вот теперь к этим сабвуфером в пару добавился еще и акустика две модели 16 сантиметров 16 75 в 2 так называемые и 6 на 9 вот уж нас в принципе по дизайну видно то что она такая более агрессивная по дизайну да такие угловатые гриль если посмотреть с обратной стороны фотографии мне нет к сожалению там идет такая защитная накладка на магнит резиновая у twitter под вот этой плашкой пластиковой действительно такой серьезный тоже магнит да то есть звучит она очень достойно здесь целлюлоза с рамидными волокнами используется в материале диффузора и двухслойный подвес то есть она устойчива к высоким нагрузкам и действительно дает очень такое хорошее объемное звучание на самом деле эта акустика пришла на замену серии е серии есть с полностью с рынка уходит ее больше не будет и вот на ее замену пока приходит две таких вот модели 16 сантиметров и 6 на 9 6 на 9 тоже есть фотография и у 6 на 9 кстати клеммы винтовые как у хай файных ресивер и позолоченные винтовые клеммы вот что еще нужно сказать ну она действительно дает объемный звук то есть прямо сцена такая хорошая детализованная звучит она очень похоже на ешку но стоит она дешевле то есть 16 12 это 6790 р рц 6 на 9 если я не ошибаюсь 9 290 на перерыв цепочку торгует вот ешки стоило дороже где-то на две три тысячи она стоила дороже что касается сам Здесь один из представителей, это TSV-X36M, собирается в Тольятти, так же как 254 модель, то есть динамик 126, естественно, он производства компании Пионер, а короб собирается в России из благостойкой березовой фанеры. Хороший, качественный, хорошая сборка, все очень симпатично выглядит, он фазоинверторный, как вы видите, и играет довольно достойно, потому что, ну, так как было много жалоб, что сабвуферы Пионер, скажем так, слегка не ценятся, из-за того, что, может быть, там короба какие-то очень маленькие, да, еще что-то. Так вот, Тольятти в этом году нормально рассчитали размер короба, здесь 38 литров, если я не ошибаюсь, то есть коробка действительно очень большая, и динамик звучит очень достойно. Ну, естественно, есть также в линейке и просто динамики, не в коробах, обычные просто сабвуферы, да, которым еще нужно будет короб докупать. Есть также и другие корпусные решения, допустим, вот, на смену 305-му сабвуферу, то есть VX305B, как раз вот этот 36-й, по сути, приходит. Есть также труба 305-я, сейчас ей на замену придет 306-я, с другим динамиком, с другим дизайном. Ну, и также есть активные сабвуферы в линейке, их здесь презентацию я не стал включать, продажи у нас минимальные, да, ценник довольно большой, но зато они отличаются именно своей компактностью, да. Вот сейчас тоже вышла новая модель, TSVX70, да, и этот сабвуфер 9 см толщиной, такой чемодан, да, с двумя 16-сантиметровыми динамиками внутри, фазоинверторный, такой там специальной формы фазоинвертор. И теперь этот сабвуфер, в отличие от 710-го, получил два дополнительных режима работы. При помощи кнопки на пульте, одним движением руки, вы можете переключать характер баса. То есть, есть два варианта, динамик и дип. То есть, либо это будет что-то под драм-н-бейс и техно, да, динамик, либо это будет дип, когда вы слушаете, не знаю, негров, там, еще кого-то. То есть, проще управлять, да, проще управлять. Ну, если говорить про усилители, последняя тема, да, то в прошлом году обновилась линия, линейка серии А, то есть, аналоговых усилителей класса АБ. Если раньше модели у нас все были с шестеркой в названии, да, то теперь вторая цифра поменялась на семерку. Топовая четырехканальная версия осталась прежней, то есть, 66-04, как был, он так и есть. А остальные три модели изменились и получили новое название. То есть, допустим, вот здесь представлены на слайде 37-02. Это замена 36-02, как нетрудно догадаться, да. И его единственное отличие, кроме дизайна, это увеличение максимальной мощности с 400 до 500 ватт. В принципе, остальные модели, то есть, это двухканальник 5702 и бюджетный четырехканальник 4704, они тоже просто получили увеличенную максимальную мощность, не стали мощнее. Это чувствуется в звуке, не скажу, что прям очень сильно, да, но действительно слышно, что звук стал громче. Это чувствуется в звуке.